Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградарству и виноделии. Зовут меня Светлана. Сегодня у нас обзор пятерки наших самых лучших, самых стабильных сортов винограда. Конечно, при выборе мы руководствовались в большей степени этим сезоном, но и с учетом сезонов предыдущих. В пятерку у нас попали два старожила, скажем так, и три формы, достаточные новых, три формы, которые всего лишь четвертый год. Аркадия гроздочки в этом году такого среднего размера, ну, это, наверное, на килограмм потянет. Вот на крайних я оставляла по две. Мне казалось, конечно, что она как-то совсем ягоды не рвет, но в итоге так неплохо налила. Ну, остальные, наверное, будут около килограмма, может быть, чуть-чуть меньше. Такая зарумяниная на солнышке с теневой стороны. Понятно, что ягодка зеленоватая по цвету будет, но на самом деле уже она полностью созрела. Вот сниму камеру со штатива, покажу издалека. Да, у нас тут достаточно много места занимает. Вот это один край, а вот это второй. Ну, интересно, что вот этот край, здесь ягода покрупнее. Вот, смотрите, показываю близко. Да, вот какая здесь ягода. Ну, вот с этой стороны несколько помельче. Но, кстати, никогда, интересно, у нас Аркадия вот до такого румяна не довисала. В этом году она тут совсем такая румяненькая получилась. Ну, первый раз в этом году такие ягодки есть чуть мельче. Да, обычно она такая вот более крупная. 6 сентября у нас сегодня ягода полностью созрела. Ягода очень сочная, сладкая, ароматная, с легким мускатиком. У Аркадии вообще рано уходит кислота. И бывает, что кто-то муската немножко не дожидается. Она и без муската, безусловно, будет очень вкусная. Но если дать ей чуть повисеть, то появится и легкий, нежный мускат. Жалуются на Аркадию, что может подхватывать аидиум. Да, действительно, может подхватывать аидиум. Ну, опять же, вы видите, здесь при стенах. Да, здесь плохое проветривание. Ну, да, вот. Вот одна-две ягодки с аидиумом в этом году хватануло. Но по большому счету, то есть, если дать ей нормальное проветривание, да, нормальный уход, то все с ней будет хорошо. Ну, опять же, по вызреванию лозы тоже у нас. Как бы проблем не бывает. Да, конечно, не всегда она вызревает на полную длину, но на плодоношение оставить всегда хватает. Ну, и в этом сезоне, видите, что лоза здесь, на самом деле, зреет шикарно. Ну, главное, это проявить немножечко ухода. Ну, по срокам, смотрите. Вот, на 6 сентября она у нас готова. Всегда в начале сентября, вот, до 10-го числа, как правило, мы ее срезаем. Редко, когда она у нас висела дольше. Да, можно говорить, конечно, о пристенке, но это пристенок западный. А вот сейчас 2 часа время, когда я снимаю. То есть, до обеда здесь солнца нету. И потом к вечеру тоже приходит день от соседнего дома. То есть, да, с одной стороны вы пристенок, да, с другой стороны у этого пристенка. Есть определенные минусы, в том числе и очень близко к стенке. Соответственно, хуже проветривание, хуже опыление. Тем не менее, из года в год мы получаем более-менее постоянный урожай. Сейчас покажу вам вот это урожай Аркадии. Два таких ящика. Сейчас мы их взвесим. И примерно столько же мы уже срезали и отдали. Вот этот ящик 10 килограмм. Второй 12. Ну и говорю, что примерно столько же мы уже отдали. То есть, получается 40 килограмм с куста. Ну, даже давайте спустим, пусть будет 30. Результат обалденный. Исходя из того, сколько места она занимает, и казалось бы, ну что там, не такой же урожай, да, не такие огромные грозди, а по факту вот сколько выходит. Сеня наш красавчик и любимчик. Вот такие гроздюльки. Это вторая часть куста. Так, и еще же у нас есть вторая плоскость. Вот здесь поскромнее. Ну, здесь такие неплохие гроздочки висят. Причем замечу сразу, что вот эта теневая сторона, сторона восточная, тут почти всегда тень, а краска более темная и более равномерная. Вот эта сторона у нас такая юго-западная, и здесь грозди не так равномерно окрашены. Ну, для него это характерно. Более того, бывает, что он недоокрашивается в некоторых случаях, и такие желто-розовые ягоды, все равно они будут спелые. Вот с окраской у синие такое может быть. В то же время, в зависимости от условий, иногда он может быть вообще темно-темно-синий. Были годы, когда он у нас вообще синел-синел. Значит, грозди разные. Ну, смотрите, такие. Где-то, я думаю, грамм на 700. Вот, никогда мы его не нормируем. Две грозди на побег всегда оставляем. Ну, вот эта более там вытянутая такая, длинненькая, да. Есть такие более компактненькие, вот как эта. Вот, ну, это поменьше будет. Вот вторая грозди. Такие хорошего, хорошего размера. Тяжеленькие. 6 сентября. Ягода полностью созрела. Ягода слегка хрустящая. Вкус сладкий, конфетный. Вот для меня осенняя это всегда ассоциация с конфеткой. То есть какие-то даже, может быть, легкие фруктовые ароматики. Не просто один сахар, а именно такая приятная сладость. Иногда бывает легкий мускат. Но в зависимости от нагрузки, от года он не всегда может проявляться. Пока что мускат наблюдается в единичных ягодах. Но сеня без муската тоже обалденно вкусный, обалденно классный. Всегда съедается на ура. Даже какой-то неудачный год мы делали из него изюм. И изюм был вообще обалденный. Очень вкусный. Лучше всяких конфет, лучше всяких сладостей. Всегда шикарно тянет нагрузку из года в год. Всегда шикарно зреет лоза. Конец августа, начало сентября у нас лоза, вызревшие уже на всю длину. Да, обладают большой силой роста. Более того, закладывают пасынковый урожай, который мы не всегда успеваем убирать. Вот показываю пасынковый урожай. И здесь я уже драла ягодки. Эти ягоды тоже сладкие. Да, они не такие сладкие, как нижние. Не такие еще ароматные. Но если дать этому урожаю повисеть, еще недельки-две, особенно сняв основной, то этот урожай тоже будет вкусным. Так что в случае каких-то неудач весенних, сеним без урожая не оставить никогда. Он у нас сторожил. И за все эти годы, вот только в прошлом году, был небольшой легкий треск. А так никогда вообще никаких проблем с ним в наших условиях не было. Ну, такой сорт, надежная трудяга. Арабелла. Очень красивая ягода. Шикарная нагрузка. Такие красивые грозди. Ну, в этом году она не идеально опылилась. В прошлом году были грозди даже покрупнее. И ягода покрупнее. Потенциал у нее может быть такой. Их побольше. Но ничего не нормировали. Все, что куст дал, все оставили. Вот эта плоскость чуть-чуть поскромнее. На 17 сентября она полностью готова. Вкус сладкий, приятный, с легкой терпкостью, что нормально для синего винограда. И приятная мармеладная мякоть. У Арабелла еще шикарно зреет лоза при любой нагрузке. В прошлом году, в позапрошлом у нас конец августа. А то у Арабеллы зрелая лоза и дозревает ягода. Это, конечно, очень здорово. Вот сейчас практически до верха все лозы вызревшие. Но по болезням никаких таких особых замечаний нет. В этом сезоне по верхушкам немножко мильзию хватало. По самым-самым верхушкам. Что для нас абсолютно не критично. Наташа Ростова, наша любимица. Правда, в этом году она не очень хорошо опылилась. Сейчас я вам покажу, что такое у Наташи не очень хорошо опылилась. Смотрите, это вот у нас одна плоскость. Вот урожай на второй плоскости. Вот, аж туда достаточно далеко. Ну, а теперь показываю, что такое не очень опылилась. Вот видите, гроздь. Вот это вот все одна гроздь. И здесь у нас небольшие пробельчики. Считаем. Раз, два, три. Три грозди на побег дает. А мы ее не нормируем. Причем, смотрите, потенциал грозди обалденный. Да, вот. Причем если бы здесь все опылилось, мы вообще урожаем завалились. То есть, видите, вот такая плохо опыленная Наташа. Но я не знаю, сколько тут веса мы наберем. Но нормально мы берем. Вот. Такие классные гроздочки. Размер ягоды тоже может быть на самом деле достаточно большой. Да, есть вот помельче. Это, видите, мы уже вот этот вот. Хоть и мы едим давно, да. Здесь вот такие ягодки довольно крупные. Но это не самый большой размер. Вот есть и покрупнее. Да, такая вот баваночка. Ну, гроздочка. Смотрите, какая гроздочка. Что касается цвета. В прошлом году, когда мы ее показывали, она у нас совсем была розовая. Вообще розовая-розовая. Говорили, нет, у вас нет Наташи Ростова. Значит, смотрите. Наташа Ростова и вот этому кусту четвертый год. И это третье его плодоношение. И за три года мы уже посмотрели. Цвет варьирует. В зависимости от температур день-ночь и так далее. То есть даже здесь вы видите что-то более розовое, а что-то более желтенькое. И часто Наташу можно увидеть вот в таком состоянии. Скажем так, достаточно зеленый. Теперь переходим к вкусу. Вкусу Наташи бомбически. В описании стоит, что легкий мускат. Но тут смотрите, какие нюансы. У нее очень рано уходит кислота. И если бы я вам ее показала месяц назад, мы бы ее попробовали, то я бы сказала, да, легкий мускатик. То есть ягодка сладкая, с легким мускатиком. Мы бы ее увидели в желтом цвете, слегка розовыми ягодками. Да, но сегодня у нас 17 сентября. Мы вообще сторонники максимально выспилить ягоду. И вот сегодня я вам показываю, да, какая она есть. И рассказываю про вкус. Да под вкусу Наташи бомбически. Вот по прошлому году все, кто пробовал, например, Наташу, прямо Украины, уже прямо Украина и морение. Немножко не то. Яркий цитронный мускат. Но я повторяю еще раз, все зависит от того, когда вы ее пробуете. Кислота уходит рано. Сахар появляется рано. Если мы ее месяц назад попробуем, да, мы почувствуем легкий мускатик, такую сладенькую ягодку. Ничего необычного. Дать повисеть. Яркий, цитронный, вкусный, богатый, прям такой. Ну, очень вкусный. Все, кто ее пробует, прямо говорят, это вау. Шикарнейший зреет лоза. Вот на сегодняшний день практически до кончиков она вызрела. И, в общем-то, с первого года, вот в первый год, как мы ее посадили, мы с этой первогодней лозы даже нарезали несколько черенков. Из них проросли саженцы 100%, да. На второй год она уже дала урожай. При этом это был год, когда самый короткий вегетационный период, когда у нас осень пришла ровно 1 сентября. И у Наташи тоже вызрела лоза. И в прошлом году мы с ней тоже получили хороший урожай. То есть, в плане стабильности, шикарная форма. Смотрите, здесь загружали. Вот ей надо было больше места дать. Ошибка посадили с краю. Ну, это я так планировала. С первых почек, с любых почек. Она со всего плодоносит. Да, могут быть гроздочки чуть меньше, чем при более длинной обрезке. Тем не менее, гроздь нормальная. Вот я показала, да, вот Наташа. Не очень хорошо опылилась. Ну, вы видели, что такое не очень хорошо. То есть, форма классная, очень интересная. Для рынка, может быть, кому-то вот такие немножко растрепанные грозди не очень. Но для себя поесть ягода шикарная. Единственное, срок созревания, он только не очень ранний. То есть, где-то середина сентября, и, кстати, и прошлый год, и позапрошлый, она созрела, ну, примерно в эти же сроки. Аскад гурманный. Обалденно красивый. Шикарно грузится. Четвертый год кусту. В прошлом году мы тоже получили с него очень хороший, очень хороший урожай. Здесь уже даже мы кое-что подрезали. Очень красивый цвет у ягоды, такие компактные. Средней рыхлости грозди. По нашему мнению, такой хороший рыночный сорт. Ягода плотная, очень тяжелая. Вот в прошлом году я срезала грозь меньше по размеру, и я не ожидала. Она у меня упала, я ее уронила, потому что я не ожидала, что она столько будет весить. То есть, он такой очень тяжелый, красивый и очень вкусный. У него такой приятный мускат какой-то с цитрусиком. Он такой ненавязчивый. Ну, классная ягода, прям очень классная. И очень стабильный. В прошлом году, казалось бы, трехлетку нагрузили. Насколько можно было нагрузить, да. И в этом году нам опять вываливает вот такой хороший урожай. Большая сила роста, шикарно зреет лоза. Да, по срокам он не ранний. Он созревает где-то вот к середине сентября. Но опять же, мы говорим о кустах под нагрузкой. Не просто там через полметра побег, на котором он нагрузит. Да, вот. Две, две. Мы, наверное, ничего тут не нормировали. Здесь пробелы это просто уже срезали. И скушали. То есть грузится очень классно. Это сейчас теневая сторона. Ну, вот там везде гроздочки, гроздочки. Гроздочки, гроздочки.